Спасибо, девочки. Санитарный фельдшер – это первая специализация, то есть работа на констанции, как бы контролирующий орган. Вторая – это клинический лаборант. То есть вот уже практически больше 25 лет я отработала в сфере профилактики. Но знаете, профилактика оставляет, наверное, желать лучшего, потому что количество людей, которые обращаются за помощью, с каждым днем все больше и больше. И что самое такое не очень радует, то что это люди более молодого возраста, то есть люди до 50 лет. То есть вот это вот тоже очень важно. Поэтому сегодня мы с вами поговорим именно о профилактике нашего здоровья, как же нам его поддержать. Потому что, знаете, здоровье – это очень важно для каждого человека. И даже если у вас есть много денег, но нет здоровья, то есть мы почувствуем с вами всю радость, всю прелесть этой жизни. А если будет у нас здоровье, у нас будет все. Ну здоровье, как говорят люди, больше всего стремятся сохранить и меньше всего его берегут. Кстати, врачи лечат болезни, а здоровье нам нужно добывать самим, потому что никто за нас это не сделает. И сейчас, как бы во всем мире, здоровье, оно является понятием номер один, то есть в определении хорошей жизни. И знаете, этот вопрос, в принципе, о хорошей жизни, здоровье – это беспокоит практически каждого человека, который стремится сохранить и укрепить свое здоровье. И вот если раньше считалось, что, в принципе, для того, чтобы быть здоровым, достаточно там выполнять какие-то физические упражнения, придерживаться какого-то рациона питания, образа жизни, то есть, ну и на этом все, да, то сейчас, в принципе, здоровый образ жизни – это понятие, которое немножечко пересмотрели и дополнили, то есть с учетом открытия из медицины новых, да, в области медицины, в области социологии, психологии. И если говорить о здоровье, да, то по данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье наше зависит от многих факторов, да. Многие говорят, что здоровье зависит от медицины. Ну да, в принципе, медицина, она зависит, но зависит всего лишь только на 10%, потому что, знаете, медицина на сегодняшний момент – это достаточно высокий уровень обслуживания, да, она доступна, можно платно, можно бесплатно, но все равно человек помощь получит, да. Ну и, конечно же, это возможность борьбы с различными заболеваниями, потому что, ну, в принципе, с болезнью можно бороться, если это все вовремя. Опять же, это все зависит от нас. А многие говорят, что многое зависит от экологии, но это небольшой процент, потому что мы все равно с вами проживаем в неблагоприятных каких-то экологических условиях, да, где грязный воздух, где недостаточно чистая вода, веда. Ну и, конечно же, это тоже может служить причиной смертности. В принципе, микроорганизмов сейчас столько много, болезней столько много, что уже врачи даже сомневаются, какое название дать этим болезням. Поверьте, что это так. От генетики, да, здесь тоже зависит что-то, но немного, потому что у человека есть предрасположенность к той или иной болезни, допустим, гемокилия, это предрасположенность. А сахарный диабет, она тоже как бы идет наследственная, но это опять же пренебрежение правильным образом жизни, да. То есть все это есть. И если мы говорим про образ жизни, то как вы думаете, что мы сюда можем с вами включить? Что именно относится к образу жизни? Ну, я думаю, что питание, да, психологическое наше состояние, стресс и депрессия. То есть это тоже, вот оно на сегодняшний момент тоже относится к образу жизни. И плохое питание, и употребление алкоголя, и курение, то есть наркотики, это тоже образ жизни у некоторых людей. Только у кого-то он более такой положительный, у кого-то менее положительный. И для того, чтобы нам с вами выживать в окружающем мире, да, на самом деле, мы должны к нему приспосабливаться, адаптироваться. Потому что нам нужна энергия для того, чтобы жить, да, для того, чтобы выполнять какие-то действия. И как раз вот эту вот энергию нам и дает здоровый образ жизни. В принципе, в него включаются вот четыре таких составляющие. И первую, первая составляющая здорового образа жизни, это, конечно же, наше с вами питание. Потому что человек, который питается неправильно, он, в принципе, обречен на какое-либо заболевание. В принципе, производители, которые дают нам вот продукты эти питания, они давно-давно перестали выпускать качественные продукты. Потому что мы на сегодняшний момент, если вы обращаете внимание на все этикетки, на все продукты, составы продуктов, да. То есть там содержится очень много химических каких-то компонентов. Там стабилизаторы, растители, то есть все на свете. Если вот пицца, кока-кола, гамбургеры, да, то есть сейчас вот на вот эти продукты детей подсаживают прям с ранних лет, с раннего возраста. Дети уже понимают, что это такое. Они, может, не знают, что такое еще самолет или вертолет, но уже гамбургеры они хорошо понимают, различают его. Потом, а вторым составляющим нашего здорового образа жизни, конечно, это будет физическая активность. Но нужно прежде всего начать хотя бы просто с утренней гимнастики. По возможности ходить пешком где-то больше, обходиться без лифта. То есть это тоже важно. Помните, кто был на моем велносе, да, здоровье женщины? Я бы там гимнастику рассказывала. Вот сегодня, то есть кто был, помните, можете поделать ее. У нас с вами там еще осталось 50 минут, поэтому давайте работайте тоже. Вот. И, конечно же, нужно включать в свой рацион обязательно хорошие высококачественные пищевые добавки, потому что на сегодняшний день мы видим их просто никуда. Ну и нам нужны эмоции, положительные эмоции, хорошие эмоции. А вот эти агрессивные факторы внешней среды, которые на нас на сегодняшний день наваливаются, да, мы включаем телевизоры, что мы видим? Мы видим там, то убили, то еще что-то сделали, то сгорели и так далее. То есть это негатив, который на нас воздействует. Поэтому нужно защищаться, да, то есть чуть-чуть побольше хорошей информации получать, да, стремиться к тому, чтобы расти духовно, чтобы как-то больше интеллектуально развиваться. На самом деле от этого будет зависеть и уровень нашей жизни. Вы знаете, каждый человек рождается, когда он рождается, он рождается здоровым, счастливым, да, и успешным. И то, что с человеком потом происходит, это только его заслуга, либо в хорошую сторону, либо в плохую. И сейчас, поверьте, что сейчас нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь, и нам нужно с вами поддерживать свое здоровье. Ведь то, что с нами происходит, оно ускоряет на сегодняшний день процессы старения. Ну вот оцените вот трезвую ситуацию, потому что вот мы, женщины, девушки, мы всегда хотим хорошо выявить. Мы хотим, чтобы наши дети были здоровы, да. А еще мы хотим, чтобы вот наши родители в старости были в состоянии, ну, я думаю, что, как это, в здравом уме и светлой памяти, да. Они доставались нам в форме овоща, да, чтобы они могли прожить счастливую старость и радоваться тем моментам, которые они получают от общения с семьей, да, с нами. На самом деле большую роль, вот практически все процессы, которые происходят, да, вот роль большая в нашем теле, это зависит от тех продуктов, которые мы сегодня потребляем пищу, потому что то питание, в принципе, рациональное, да, оно имеет очень большое значение. Ну, и знаете, в принципе, рациональное питание – это не то, что мы с вами там вовремя позавтракали, поужинали, пообедали, да. Это обязательно должны быть включены в рацион питания, такие важные компоненты, как белки, жиры, углеводы, витамины, то есть биологически активные дебаты. Потому что сегодня, вот в современном мире, мы находимся с вами в таком вот просто стрессе, я бы сказала, да, мы постоянно куда-то оторопимся, у нас очень мало времени. Нам порой некогда приготовить там либо завтрак, либо обед, мы экономим время, начинаем покупать место, ну, вернее, не покупать, а не готовить хорошую качественную пищу, а покупать какие-то полуфабрикаты, фастфуды, да. То есть здесь мы в любом случае с вами из этих продуктов не получим полноценного питания. Человек начинает страдать из-за этого, вот, из-за этих вот фастфудов, да, появляется лишний вес, недостаток ценных питательных веществ, возникают проблемы со здоровьем, то есть, ну, человек страдает. И знаете, на самом деле здоровье человека, оно зависит, зависит, очень зависит, да, от здоровья наших клеточек. Потому что каждые сутки, каждый, вот, каждый просто день в нашем организме появляется огромное количество новых клеточек. Вы знаете, это не просто клеточки, это еще плюс антитела, да, дополнительно, которые защищают нас, там, и панкетки, и различные, от различных онкологических процессов. И если нам не хватает каких-либо питательных веществ, да, у нас, в принципе, может произойти сбой именно в строительстве вот этих вот новых клеточек, и тогда человек просто-напросто заболеет, внутренние органы, они работают слаженно. И если что-то происходит с каким-нибудь одним органом, да, то есть, второй орган тоже начинает хромать. Вот. Наши клетки, они живут, рождаются и двигаются, то есть, они в нашем организме работают просто как, я бы сказала, как фабрика, как завод. Вот. И вот эта вот маленькая клеточка, это элементарная частица, но она обеспечивает нам и размножение, и рост, и передает какие-то наследственные свойства организму. И благодаря тому, что мы имеем с вами клеточную структуру, да, то есть, у нас получается, что мы можем восстанавливаться, наш организм может восстанавливать отдельные части тела, отдельные органы, отдельные ткани. Вот. И если говорить о том, что все-таки мы с вами люди, мы белков, мы состоим с вами из белков, да, то есть, это тоже очень важно. Это белки, это наши мышцы, да, они состоят из белков, да. Потом белок нам нужен для как производного ферментов, как производного гормонов, потому что без этих вещей, да, без этих компонентов просто-напросто, наш организм работать не будет. И вот белки как раз строятся из аминокислот. И белки, они считаются, в принципе, и считались, да, всегда самым таким главным, самым лучшим строительным материалом для наших клеточек. Белки входят в состав хрящевой ткани, костной. То есть, они переносят к каждой клеточке, вернее, к клеточкам кислород, да, по нашим органам. Опять же, это важно. И если не будет хватать белков, то у человека в принципе снижается память, снимаются функции половых гормонов, щитовидной железы, да. Могут появиться, в принципе, нарушения и в системе кровотворения. И, знаете, наш организм, он не может, он не может, никак не может брать на строительство какой-то чужеродный белок. И, в принципе, многие говорят, что, ну, откуда нам тогда брать этот белок, что вообще он собой там представляет. Потому что, в принципе, когда мы с вами кушаем белковые продукты, они расщепляются нам, ну, нашему организму. Не нужно яйцо, но оно нужно в качестве аминокислоты, да, и чтобы оно стало, даже яйцо стало, белок личный стал аминокислотой, он должен расщепиться. Вот, вот эти вот аминокислоты, которые мы получаем, они делятся на заменимые и незаменимые. Те аминокислоты, которые не могут синтезироваться, это классно, да, то есть могут замениться. А есть те, которые не могут синтезироваться, они должны поступать в наш организм с пищей, да. И вот как раз вот эти вот белки животного и растительного происхождения, они очень важны для организма, да. Потому что, если говорить о белках животного происхождения, то это основной источник протеины, да, для нашего организма. Потому что нельзя, в принципе, нас кормили молочными продуктами в детстве, да, мы кормили своих детей. Много белка содержится в мясе животных, конечно, кроме свинины. Содержится в птице, в рыбе, в нежирных сырах. Ну и нужно понять и как бы оценить то, что белки, они в принципе усваиваются нашим организмом по-разному, да. Быстрее всего переваривается белок в молочных продуктах питания, потом уже идет рыба, мясо, да. То есть, тем более, что говядина, она усваивается быстрее, чем баранина или свинина. Вот. А, кстати, о растительных белках. Я думаю, что, ну, вы знаете, что вообще относится к растительным белкам? Какие продукты содержат растительные белки? Слышно меня, нет? Молчите. Ну, ладно, пока будете писать, я вам тогда подскажу. Значит, в таких продуктах, как горох, фасоль, да, в бобовых содержится много белка. Потом, на втором месте, я бы сказала, это каши. И, знаете, в первую очередь, ну, к таким более белковым кашам я бы отнесла, ну, относится к манную кашу, к речневую, овсяную, да. Потом уже идет хлеб ржаной, картофель, грибы. Тот, кто любил, кто-то, может, и любил в детстве манную кашу, я не знаю. У меня дети ее любили. Кто-то не любил. Но все согласятся, что мамы нам плохого, в принципе, не пожелают. Потому что, когда нам говорили, скушай ложечку там за маму, скушай ложечку за папу, мы ели эти ложки каши за себя и за свой организм. Потому что, как раз лучше всего, вот этот белок, он и усваивался вот в этой вот ненавистной каше с комочками. Не знаю, кто-нибудь любит кашу манную? Хорошо. На самом деле, вы знаете, белки нужны всем, и они нужны, да, отлично. Я тоже очень люблю, дети меня очень любят, поэтому все в порядке. Вот. И на самом деле белки очень нужны всем, ненависимо даже от половых признаков. Мужчинам, женщинам, девочкам, мальчикам, деткам. То есть всем нужны в любом возрасте. Значит, и когда белки попадают в наш организм, помните, я говорила, что усваиваются они по-разному. То есть усваиваются они, начиная от 36 часов до 72, то есть в зависимости от того, что же это за белок. Молочные продукты в нашем организме усваиваются на 80%, да, 20% они в виде отложений выходят, либо остаются в организме. А мясные продукты, они усваиваются всего лишь только на 20%. А вот именно 80% это азотистые отложения, которые организм прячет где-нибудь там в суставах, в каких-нибудь внутренних органах. То есть это не очень хорошо. Хорошо. И на самом деле человеку очень необходим белок, да, потому что в пищу, да, включать его. Потому что если взрослому человеку белков не хватает, он очень быстро утомляется, работоспособность у него снижается. И что касается детей, то даже может произойти такое, что дети будут отстывать в росте, в развитии. Вот. И если говорить уже о белках еще, да, то есть почему же мы всегда говорим, что белок нужен? Белки необходимы тем людям, кто простыл. Потому что в это время организм требует белков больше, примерно где-то на 30-40%. Потому что он в этот момент строит именно из аминокислот иммунные клеточки, да, те защитники, которые борются с вирусами, с инфекциями. И использует организм наш именно мышцы, да, когда ему не хватает белка. Поэтому если у кого-то были когда-то простудные заболевания, возможно, вы чувствовали боль в мышцах, да, то есть у него так все вот-вот болит, болит. А это почему? Потому что все-таки организм ваш пытается вас спасти, он вам подсказывает, дайте мне что-нибудь такое, а вы не даете. Ну, конечно, лечиться вареньем и чаем с нодом, это очень-очень вкусно, да. Но все-таки увеличить количество белка в рационе, да, в то время, когда человек простужен, болеет, это тоже очень-очень важно. Ну и, конечно же, белки обязательно должны присутствовать в детском рационе, потому что от него, он как раз, отсутствие белка, это тормозит развитие, ну, гормона роста, да, и организму он нужен, потому что вот эти вот гормоны в детском организме, они, производство гормонов, их возрастает где-то до 20 лет, они растут где-то усиленно, да, и гормонов производится много. Потом уже во взрослом состоянии оно немножечко уменьшается и с каждым десятилетиями где-то на 14%. И, конечно же, очень важно, что гормон это, куда гормон, я бы сказала, он имеет такой приятный факт, что он делает нас счастливыми, потому что это вырабатывается гормон серктамин из аминокислоты трептофана, да, и эта аминокислота как раз есть в лапах, горохах, рисе, кинжути, там, в лапах, орешках, йогуртах, творожках, и если организм испытывает, ну, нехватку белка, то он не может производить вот достаточное количество серктамина, и поэтому вот так вот можно даже и до депрессии дойти. Поэтому про это нужно помнить. И знаете, у нас с вами есть очень один такой, я говорю все о белках в белках, да, и многие думают, ну, правда, где же на вот этот вот это белок взять? А знаете, у нас с вами есть вот так прекрасное средство, да, белковое, это уникальный коктейль Мирилл Баланс. То есть на самом деле он содержит только натуральные ингредиенты и компоненты, и разработан он в научно-исследовательском институте, вы берете. И вот он полностью состоит из натуральных ингредиентов, входят только натуральные красители, ароматизаторы. Он очень похож на детскую смесь, да, а на вкус он очень-очень вкусный, да. Мы его в семье очень любим, да, малыш наш просто в восторге, если есть этот коктейль, то просто силой отбираем, чтобы там 2-3 порции за вечер не выпил. Но в любом случае нам он очень-очень нравится. И нужно помнить, что все-таки коктейль это не лекарство, это не таблетка от головной боли, да, это просто есть очень ценное сырье, которое просто необходимо нашим клеточкам для их работы. Вот это тоже очень важно. И важно, что этот продукт, о котором я вам рассказываю, да, был создан, да, был разработан в сотрудничестве со шведским научным центром, делился на юге Швеции, где профессор Сикстен со своей командой проводил клинические исследования этих продуктов на эффективность и безопасность. И профессор Сикстен, он работал с независимыми экспертами в разных областях медицины, то есть это были люди, нутрициологи, диетологи, то есть люди, которые имели представление о питании. Центр оснащен самым современным оборудованием и достаточно идеальными лабораториями для исследований. В течение нескольких лет проводились исследования под контролем и финансовой поддержкой компании Айфлэм. То есть поэтому у нас сегодня с вами есть уникальная возможность именно для себя покупать этот продукт. Сикстен это человек, я бы сказала легенда, это достаточно авторитетный специалист в области трансплантации, опыт работы более 40 лет, человек, который номинировался на Нобелевскую премию. И вот одни такие, у него много в принципе заслуг, но мне хочется вам рассказать, что есть его известный препарат для хранения донорского легкого. Если раньше его хранили там где-то до 12 часов, то сейчас благодаря этому аппарату можно хранить более порядка 48 часов. Известен он, ой, отлично, Катя, я сегодня про сыпчика скажу. Известен он своими статьями, да, такими как подготовить человека перед операцией. Многие понимают, что непросто накормить человека, который лежит на аппарате, да, дышит за него аппарат и кормит его там через трубочки, а этого человека нужно подготовить к операции. Так вот, как раз и работа он над этим сикстен, дает прояснение понесения его научной работы. Значит, для нас с вами еще одно преимущество то, что как раз для нас эксклюзивно представлена книга «Путешествие на родину Велнос». Знаете, я эту книгу читала не один раз, мне она очень нравится, каждый раз читаешь, что ты для себя новенькое открываешь. В этой книге просто про основы здорового питания, о том, как создавались коктейли, супчики, о том, какие проводились исследования, личные истории сикстена, советы там по рекомендации по здоровому образу жизни. Знаете, читаешь эту книгу, понимаешь, насколько просто оказывается дать человеку правильное питание, и оно ему поможет, то есть это здорово. А вся продукция, продукция, да, то есть и коктейль в том числе, они имеют стандарты качества. Вот перед вами они есть, но мне хочется рассказать про стандарт GMT, стандарт международный. Он включает в себя много показателей, которым должно соответствовать предприятие, да, которое выпускает вот лекарственные средства, пищевые добавки. Стандарт GMT вообще был введен в действии в 63-м году, то есть достаточно давно. И что же входит в этот стандарт? Почему все говорят, что производство стандарта – это достаточно высокоэффективное такое, да, и достаточно серьезно? Потому что там все должно соответствовать, должно быть определенное давление, определенная влажность. То, что оборудование, очистка цехов, требования к изготовленной продукции, там, чтобы различные формулы, чтобы качество продукции было, упаковки, то же самое, маркировки. То есть это очень-очень такое, я бы сказала, очень производство, которое подвергается многим-многим нормативам, да, зотам, гостам и всяким разным моментам, да, то есть пищевого продукта не считается качественным. И если вот качество продукта подтверждено этим вот международным стандартом, то, конечно же, эта продукция высочайшего качества и изготовлена именно в соответствии с другими требованиями, которые приявляются к фармацевтическому производству. Значит, после того, как Стикстен создал такой вот, подобный, как создал такой коктейль, он вместе с своей командой тоже стал его употреблять. И сотрудники почувствовали и прилив сил, и энергию, и сами стали даже там терять вес, кто-то у кого-то стал уходить. И вот тогда они приняли решение провести клиническое тестирование продукта именно на избавление от лишнего веса. Вот так вот появился у нас коктейльный треволбаланс. А в 2010 году Южно-Величество Королева Швеции Сирии, она посетила научно-исследовательский центр, выделилась, и она познакомилась с результатами исследований Стикстена, потому что, ну, сами понимаете, что Швеция – это страна высокого уровня и качества жизни. И очень загоняю, что я вот это очень люблю, чтобы мы понимали, из чего же все-таки состоит коктейль, да, о котором я говорила. Значит, в состав коктейля входит белок зеленого горошка, он содержит 18 недименимых аминокислот, те, которые наш организм сам не выработает, да, то есть он обязательно нужен. Он содержит, ну, имеет защиту от атеросклероза, да, и в нем высокое содержание Сиена, а это как бы снижает проявление старения, да, и он не дает поступать в наш организм, не защищает наш организм, я бы так сказала, от тех нехороших радиоактивных моментов, которые есть во внешней среде, которые к нам просто изблокируют, дают им попасть к нам. Потом содержится молочный протеин, да, вы видите, что есть. Молочная сыворотка, да, она очень хорошо повышает содержание аминокислот в крови, да, и она положительно воздействует на иммунную систему человека, да, в принципе, за счет того, что получает хорошие качественные аминокислоты. И задерживает, конечно же, негативные процессы в организме, то есть она, сыворотка достаточно быстро усваивается организмом, где-то в течение часа. Что касается яичных протеинов, яичных белков, они усваиваются организмом на 93%. Помните, я говорила в самом начале, что есть продукты, которые усваиваются на 80%, которые усваиваются на 20%, так вот яичный белок, он усваивается на 93%, и его приняли... Ольга есть, я потом скажу вам в конце, хорошо? Отвечу про коктейли и батончики. Значит, кстати, да, вот смотрите, когда мы говорим про куриный белок, то он принес за эталон биологические ценности для человека из-за того большого, я бы сказала, аминокислотного состава и практически того, что он полностью усваивается. Но он усваивается чуть больше, чем зеленый горошек и молочные протеины, да, но все равно. И вот как раз здесь он не дает возможности резкому увеличению сахара в крови, да, то есть не повышает уровень инсулина. То есть вот слышите, Ольга, то есть когда мы принимаем коктейль, уровень сахара в крови, он не повышается, он остается на том же уровне, практически чуть-чуть немножко повышается, но для организма это не сбой. Так вот, именно коктейль, он усваивается через 24 минутки полностью нашим организмом, да, и организм уже чувствует, что он уже покушал, да, нет уровня, не повышается уровень сахара в крови. Во-первых, это всего лишь 65 килокалорий, это столько, сколько в одном зеленом яблоке содержится. А то, по содержанию белков, жиров и углеводов, это то, что нужно, да, для человека в одной порции. И я хотела, вот вы спрашивали у меня про гликемический индекс. То есть есть продукты, еда, которая имеет высокий гликемический индекс, то есть это все быстрые углеводы. Когда мы кушаем что-то такое, там булочка сладенькая, либо даже самая макарошка, мы скушали, и уровень сахара в крови, он очень раз так быстренько подпрыгнул, да, а потом он резко падает вниз, и человек, в принципе, чувствует упадок сил. Так вот, это вот быстрые углеводы и резкий скачок. А есть углеводы медленные. Вот я всегда говорю, что это, прежде всего, каши, да, каши, которые усваиваются медленно в нашем организме. И вот здесь вот, как и коктейль, он усваивается медленно. И небольшое количество поступает сахар от крови, уровень сахара практически не повышается. И организм работает стабильно. Вот, и организм потом уже, да, когда получил коктейль, когда получил медленные углеводы, он работает в спокойном состоянии, и когда даже происходит небольшое снижение уровня сахара, то есть это нет такого скачка, то организм и продолжает работать в таком же состоянии, да, то есть он даже не замечает этого изменения. Что касается результатов по снижению веса, да, проводились исследования, и было замечено, что, в принципе, коктейль, он, помимо того, что помогает людям, не требует того, чтобы, вернее, у людей снижается зависимость от сладкого, да, человек получает энергию, плюс еще как такой побочный эффект, это снижение веса. То есть вот это тоже было. Проводились исследования, и вот это вот тоже очень одна из замечательных качеств. Ну, в принципе, коктейль, почему я люблю, почему моя семья, мы любим коктейли, потому что он дает нам силы, чувство голода, когда встаешь рано, там куда-то бежишь, либо просто проснулся чуть попозже, выпивая коктейль 3-4 часа, кушать не хочется. Можно это заменить как завтрак, можно как обед, можно как, не знаю, там какой-то перекус, да, и в то же время переедания не будет, ты уже просто-напросто не захочешь лишнего что-то скушать. Вообще для умственной деятельности это полезно, это здорово, да, потому что белок, он дает такую возможность. И энергия в течение дня, она чувствуется даже от одной порции коктейля. И мои слова, конечно, это мои слова, но есть люди, которые могут подтвердить это на уровне Российской Академии Медицинских Наук. Ольга Николаевна Григориановна, это кандидат Медицинских Наук Института питания, она выступала еще где-то в 2013 году на форуме компании, и она тогда уже давала высокую оценку этому продукту, потому что она сказала, что компания попросила просто провести клинические исследования в Институте питания. И были проведены исследования, и было доказано, что как раз значимость белка в обменных процессах, она была высокая, и белок на самом деле очень важен для нашего организма. И Ольга Николаевна сказала, что наша задача дать людям именно информацию достоверную, научно подтвержденную, что все это прошло именно на базе научно-исследовательского института, и чтобы это было убедительно, потому что вот именно за ней стоит вывеска такого высокого учреждения. Она сказала, что у нас действительно в руках очень хороший инструмент, который имеет хорошую пищевую ценность, именно вот белковый продукт, и потому что белок – это основа жизни. И она еще говорила, что вообще про белок говорили всегда, еще даже когда это было классики, да, очень давно, еще до революции. И мы получаем белка на сегодняшний момент в недостаточном количестве, особенно белка, дается очень мало детям. То есть на самом деле вот это вот, ну, вот это тоже очень важно. Помимо коктейля у нас есть еще вот такой вот классный продукт. Это супчики, да, это для тех, кто… Вообще коктейль, я забыла сказать, что мы его разводим на чем-то холодненьком, на водичке, там на сок, но сок не нужно, сок очень сладко получится, это вода, молоко, кефир, там, не знаю, сыворотку, кто с чем любит. То есть в любом случае, мне кажется, он совсем вкусно. Единственное, что с соками, ну, не старайтесь делать, будет очень-очень сладко. Так вот, суп – это продукт, который… Это для любителей горяченького. Вот сейчас, как бы, зима начинается, и порой хочется чего-то тепленького. Так вот, как раз суп – это то, что нам нужно. И для полноценного питания здесь есть супчик спаржевый, надпица матный. Они очень хорошо сбалансированы по содержанию белка. В их составе картофель, тоже белок, да, соль, зеленый горошек, ну, и в одном супчике спаржи, во втором спаржи, там, томат и базилик. Спаржи вообще очень хорошо регулирует обмен веществ, да. Она содержит фолиевую кислоту, ну, и, конечно же, для женщин она очень-очень полезна. Что касается уникальность, да, то есть это стопроцентные натуральные компоненты, и это всего лишь 100 килокалорий по насыщаемости. Да, вот я уже вам сказала про это, про сою и картофель. И, кстати, супчики, они подходят даже людям, а тем, кто является вегетарианцами, да, потому что здесь нет продуктов животного происхождения, то есть они полностью для вегенов и как-то вегетарианцев, да. Супы едят, конечно, в горячем виде, в них чуть-чуть больше белка и калорий, по сравнению с коктейлями, но они очень сытные. Я, допустим, люблю супчик спаржевый или томатный добавлять в какую-то кашку, да, то есть тоже очень вкусно гречневая каша, овсяная каша. Добавляешь суп, но получается совершенно какой-то другой, очень такой вкусный суп. Ну и вообще, сам по себе, сами по себе супы, они низкокалорийные, да, и они очень хорошо подходят и для того, чтобы поддерживать свой вес, и для снижения веса. И в состав супов еще входит инулин, это волокно, которое выводит из организма токсины и холестерин, да, потому что, на самом деле, они накапливаются толком кишечника, это все нужно выводить. Так вот, это вот как раз этому и способствует. Ну и, если говорить уже о супах, то у них низкий кликемический индекс, то есть, посмотрите, у них здесь, это раньше слайд был, да, там всего лишь 100 килокалорий, по-моему, да, получается. И, в принципе, ну, они тоже помогают поддерживать уровень сахара, они его не повышают в крайне, и тоже снижают тягу к сладкому. Вот. И что мне еще хочется вам сказать, дело в том, что вот суп, да, можно кушать полноценно, куточек хлеба, салатик, вы знаете, получается очень сытненько, очень вкусненько. И дело в том, что коктейль и суп, это белковые продукты, да, то есть, они дают на правильные белки и углеводы для нашего организма. Но, в принципе, нам еще нужны витамины, жиры и минералы. Откуда же мы можем, да? У нас есть вот такой вот уникальный пэк, комплекс витаминов и минералов. На самом деле, она, эта продукция создана для того, чтобы люди могли восстановить здоровье. И она очень проста в потреблении. Чтобы получить вот необходимый набор и витаминов, и минералов, достаточно вот такого вот пакетика, в день. Что касается пэка, почему вот пэк полезен именно для меня? Потому что пэк, он имеет такие свойства, он очень положительно влияет на нашу кожу, он повышает увлажненность кожи, он делает ее более эластичной, уменьшает влияние ультрафиолета, да. Для серфа это тоже очень важно, потому что нормализуется уровень холестерина в крови, да. То есть такой вот показатель, я думаю, что вы слышали. Ну и, конечно же, человек меньше утомляется, меньше устает. Мышцы, суставы, их как бы выносливость повышается. Снимаются даже мышечные боли после физической нагрузки. Ну и, конечно, если есть воспалительные процессы, они не так протекают интенсивно, да, то есть они немножечко, это все влаживает. Для иммунитета это очень здорово, потому что замедляются, как я уже говорила, воспалительные процессы. Для зрения, для глаз, это вообще, ну, неземнимо. И что касается зимы, и что касается весны и лета, потому что ультрафиолет для наших глазок, это не очень хорошо, а здесь у нас это есть, если говорить о том, что wellness pack, да, вот его составляющие, витаминки мужские, витаминки женские, омега-3 и астоксантин. То есть здесь вот можно покупать все в пакете, можно покупать по одной такой вот упаковочке. И что касается жиров, да, то есть жиры на самом деле важны и нужны для нашего организма, они выполняют много-много функций, и дают нам энергию, и защищают наши внутренние органы, да, они бывают двух видов, насыщенные и ненасыщенные. То есть насыщенные – это те жиры, которые находятся в твердых состояниях, я думаю, вы знаете, и ненасыщенные – они более жидкие. То есть в любом случае… Жидкие, да. Но в любом случае, когда мы говорим про насыщенные жиры, ну вот, их свойства, они не высоки, потому что они немножко все-таки вызывают такое, оказывают такое, ну, немножко отрицательное влияние на обмен и функции лечения. То есть они могут повысить уровень холестерина в крови, то есть, ну, в любом случае, это, ну, не очень полезно. Что касается ненасыщенных кислот, они нам, нашему организму, очень важны, потому что они все-таки снижают холестерин, да, участвуют в жировом обмене, и они очень важны и нужны для эластичности наших сосудов. Значит, источниками растительных, источниками вот ненасыщенных жиров – это оливковое масло, соевое масло грецких орехов, там морская рыба. Ну, в принципе, считается, что вредно сливочное масло, но я, ну, здесь и вредно оно, в принципе, но оно все равно как бы необходимо хотя бы в небольших каких-то количествах. Самое внимание, да, но масло должно быть достаточно высокого процента, не менее 80,5. Что касается тренжиров, то это жиры, которые содержат трансфизомеры вот ненасыщенных жирных кислот. Ну, если говорить, да, то есть ненасыщенный жирный кислот, вот это жидкие кислоты, и они должны быть полезными, но здесь получается не очень хорошо. Значит, была проведена такая опработка, как-то гидроорганизация, да, то есть через масло его пододевали до высоких температур, пропускали через водород, и получалась вот такая вот твердая жировая масса. Вот она не очень хороша для нашего организма, ее как бы создало, не знаю, там, придумало, она появилась благодаря компании Procter & Gamble, да, потому что зимний жирный продукт для кулинарии, и вот как раз вот получили такое вот масло. Ну, его сначала считали, что это дешево, что это очень удобно, там книжки писали, но в любом случае масло и долго хранилось, вот этот вот жир, вот этот вот транжир, и, в принципе, было выгодно производителям, да, то есть блюда с ним продавались и создавались, да, и вот это помогло, конечно, распространить этот маргарин по всему миру. Вот американцы начали использовать тоже вот больше маргарина для жарки, выпечки, ну, вот, как и быстрого приготовления, там вот эти все вот эти вещи. И потом некоторые исследования стали показывать, что, в принципе, уровень холестерина, да, вот этих вот жиров и количество сердечно-сосудистых заболеваний, оно стало увеличиваться, то есть, ну, как-то вот в медицине забили немножко тревогу, что же стало происходить. И вот ученые, когда стали бить тревогу, они, ну, как бы, есть ученые, которые тоже этим занялись, стали думать, почему же так произошло, и когда стали выяснять происхождение вот этих вот транжиров, они поняли, что они, в принципе, вот они и провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и так далее. Таким образом, получалось, что вроде бы и натуральная вот растительная масса, да, оно вот под воздействием вот этого водорода, оно превращается в какое-то смертельное вещество. Ну, и, в принципе, вот молекулярная структура вот этого вот жира, она была искажена, и наш организм, он, в принципе, ему нужны жирные кислоты, и он начинает их себя впитывать, мембрана клеточки, и это все нужно. И в результате это начинает следить организму, потому что вот этот вот транж-жир, он, когда проникает в клетку, он не дает ей возможности питаться, он не дает, не пропускает воду. То есть он создает преграды, и ее рост и развитие, короче говоря, вот так вот, наверное, да. Поэтому мы вроде бы, знаете, взяли неплохой материал, да, вроде бы растительное масло для своего здания, для своего организма, а в то же время получили, наоборот, не очень хорошее. Вот, поэтому не надо думать, что когда мы кушаем там какие-то хастфуды, что мы, в принципе, хорошо делаем для своего организма, да, мы, наоборот, его разрушаем и даем им только стресс. То есть он не понимает, что же на самом деле происходит. Знаете, вот так вот выглядят наши сосуды, когда к ним прилипают именно вот эти транжиры холестерина, да, то есть сосуды, это, ну, это причина многих заболеваний, инфарктов, инфарктов. То есть на самом деле, это вот эти вот заболевания, я хочу вам сказать, что они сейчас очень-очень омолодеют. Настолько смотришь и понимаешь, как так могло произойти, что вот для молодой люди болеют. А на самом деле, есть такой жир, как омега-3, жир, который у нас вот в капсиках, да, то есть мы там видели с вами, он очень нужен и полезен для человека, и для мозга, и для суставов, и для сердца, и для мышц, потому что он делает их более такими эластичными, да, защищает их от разрушений, и для работы наших внутренних органов. В принципе, если говорить про омегу, да, омега обязательно очень нужна именно для беременных женщин, потому что именно в этот момент формируются все органы и системы новорожденных деток. И они не синтезируются в организме омега-3 жирные кислоты, и их нужно получать именно с едой. Поэтому рацион беременной женщины, он должен, ну, включать в себя вот именно вот эти вот омега-3 жирные кислоты. Потому что в этот момент, когда формируется ребенок, развивается, да, внутриутробно, у него улучшается работа мозга, у него будут лучше, он будет и умственно развиваться, и в принципе языковые у него способности будут получше, и моторика рук, все это зависит именно, ну, вы же сами понимаете, что это мозг, да, то, что мы получаем, то, что потом, на что будем видеть. Зачем же многие говорят, что, ну, зачем же я там ребенку буду давать омега-3, да? Ну, во-первых, это нужно для их центральной нервной системы. Дети сегодня в этом мире, они получают очень много стрессов. Они настолько сейчас загружены, начиная прямо с самого, наверное, рождения. Если раньше ребенка до трех месяцев в финале закручивали, его там спать укладывали, то мне кажется, если здесь есть мамочки, те, у кого есть маленькие детки, они мне просто скажут правду, что сейчас уже ребенок, наверное, в две недели от роду, он уже делает то, что раньше ребенок делал в 4-5 месяцев. Уже настолько идет прогресс, да? И на самом деле для детей омега-3 просто необходима, потому что, как я уже сказала, и центральная нервная система, и умственные способности, все это им важно. Что касается зрения для детей, ну, вы знаете, зрение сейчас у детей желает быть лучше, да? Потому что экраны телевизоров, экраны компьютеров, да, все это сказывается на, вот именно на зрительных нервах. Вот. И если мы представим с вами, что, в принципе, омега, да, нашему организму не хватает ее, 9-ти омега-3 жирных кислот, то, вы знаете, вот клеточная мембрана, там начинается просто хаос. Есть такие клеточки, как ретроциты и тромбоциты, вот они начинают склеиваться. То есть здесь уже запущен процесс тромбообразования. То есть это плохо. На поверхности клетки скапливаются вирусы, инфекции, вот они начинают эту клеточку уничтожать, то есть они проникают туда. И в это время клетка, она может просто погибнуть, да, ничего с ней не произойти. А в этот момент клетка может просто начать взвести из бешеных скоростей какой-то, да, и вот здесь могут возникнуть какие-то опухоли. То есть опять же это опасно. Нарушается при недостатке омега-3 слияние эти клетки с форматозоидом, а это приводит бесплодию. Посмотрите, сколько сейчас различных вот этих вот ЭКО, да, когда идет, в принципе, их очень часто где-то встречаешь, вот эти вот здания, да, где происходит вот это все плодотворение. И если говорить про холестериновые бляшки, то как раз омега-3, оно выводит все вот эти вот холестерины из сосудов. Ну, в принципе, это не очень приятное состояние, да, когда вот человек себя так уже начинает чувствовать и понимает, что ему совсем-совсем плохо. Поэтому омега-3 здесь у нас с вами очень классный источник для того, чтобы мы могли получить полиненасыщенные и жирные кислоты для нашего органина. Что касается витаминов, да, то есть никогда люди не задумываются о том, все-таки, какую роль играет витамины для их здоровья. Сначала они зарабатывают деньги, говорят, что я себе потом витамину куплю через месяц, через два, через три, а потом начинают вот эти вот заработанные деньги тратить на то, чтобы вернуть свое здоровье. И китайская вот мудрость, все-таки, она гласит о том, что заниматься своим здоровьем нам нужно не до 3 дня до смерти, а до 3 года до начала заболевания. И, конечно же, спасибо, Олечка, за предупреждение. Я постараюсь закончить. И, конечно, где нам с вами брать витамины? Потому что на сегодняшний момент недостаток витаминов, минералов в овощах, фруктах, он снизился. Ведь недостаток йода, мы с вами, на 100% недостаток, большой недостаток йода, 100%. Мы с вами не морская страна. Нам нельзя взять йод, нам нельзя взять с вами магния побольше, да? То есть, в любом случае, те продукты в бананах его меньше стало. А чем мы можем заменить эти бананы? Ну, на самом деле, это очень страшно. И если кто-то говорит, что я там буду есть не один банан, а 20, то, пожалуйста, конечно. Но на сегодняшний день по статистике, в принципе, нужно съедать в 10 раз больше овощей и фруктов, чем съедали это 50 лет назад. И, как бы просчитали медики, это примерно где-то 50 кг, где ты спит, который человек должен съесть. Ну, ладно, если человек там 1,8 кг по весу, да, он еще может 50 кг очень расселивать. Но если девушка 30-40 кг, да, 50, то осилить такое количество еды нам просто невозможно. И здесь к нам с вами приходит на помощь наш wellness pack. То есть, что касается витаминов и минералов. Да, для мужчин, для женщин, немножечко компания разделила, и я считаю, что это правильное дело, потому что витамины и минералы для мужчин, они должны содержать одни компоненты, да, допустим, мужчинам нужно больше магния для того, чтобы, почему, потому что у них больше силы, мышечной силы, да. Силен нужен им тоже для профилактики заболеваний, да, некоторых мужских. Вот. Нужны также силен, да, для подвижности с терматозоидом, то есть, на самом деле, это тоже очень важно. И в то же время силен нужен для того, чтобы инсулин, да, не вырабатывался очень быстро организмом, да, то есть силен снижает его способность к выработке. Для женщин немножечко больше содержится кальция, кальция, да, потому что, железо, потому что все-таки кровопотери, которые есть у женщин, это должно восстанавливаться. Ну, и, конечно же, wellness pack, это то, wellness pack, витаминки, это то, что нужно нам каждый день, да, упаковочку, вот эту вот, да, пакетик можно с тобой брать, очень удобно положить в сумочку, там, еще куда-то, да, чтобы мы могли вовремя с вами посидеть. Что касается детей, да, говорят, что детям там нужны, не нужны добавки. Я считаю, что детям очень нужны. На сегодняшний момент только 12% детей, около 12% детей, кушают то, что нужно, да, соответствуют правилам правильного питания. Дети в день должны съедать порядка 400 грамм овощей и фруктов. Должны кушать даже не 3 раза в неделю рыбу, а 5 раз где-то, да. И дети не должны более 3% сладости в день употреблять. Вы теперь просто оцените адекватно, что съедают ваши дети в день. Я думаю, что значок 25% сладости, он доходит из-за 45 до 50. Поэтому детям очень важны и не нужны именно пищевые добавки. Что касается перекусов, фастфудов, вот этих вот, да, дети любят то, что они любят, к чему они привыкли. Мы сами приучаем их кушать такую еду, потом возмущаемся и говорим, что же на самом деле происходит, откуда лишний вес у ребенка, да. А потому что, когда ребенок имеет лишний вес, в принципе, что происходит. Вроде хорошо, такой вот хомячок сладенький ребеночек, да. Что за собой это кроется? Это лишний вес. Когда сверстники бегают быстренько, этот ребенок ходит медленно, он задыхается. Ребенок подрастает, да, то есть привычки не уходят, они остаются. Но в этот момент к ребенку присоединяются различные диатезы. Там прыщи на листике. А чем дальше, тем больше неправильного питания, какие-то боли, внутренние органы страдают. Помните, заболевания, они приходят к нам изнутри, и что же надо на самом деле делать. Вот поэтому в разработке продуктов среди детей, продуктов серии Wellness принимал участие профессор Тролинберг, да. То есть это человек, извините, в Швеции как специалист в области клинической медицины и детского питания. Он уделял очень огромное внимание вопросам питания и пищевой аллергии у деток. Он является автором многих пособий по педиатрии и для студентов вузов, и для нянь, и для родителей. То есть он был основателем интернет-портала, да, детского, который сейчас принадлежит правительству Швеции. И как раз является официальным сайтом о воспитании и здоровье детей в Швеции. Вот. Если говорить о том, что какую же все-таки пользу могут принести детям жиры, да, то есть, ну, я уже говорила о вредных и полезных жирах, но детям омега-3 жиры, они просто очень необходимы. Во-первых, детям нужно это на период обучения, школьный период, да, вот эти вот все холодные периоды, когда дети начинают заболевать, это тоже очень важно. Что касается омега-3 радиого жира, то он производится из тушки рыбы, да, не жир печени, а именно тушка, потому что в печени откладывается очень много токсинов, и там есть соли тяжелых металлов, конечно, которые потом же, ну, сохраняются в этой омеге. Вот. Ароматизатор натуральный – это лимонное масло. То есть, опять же, не содержит никаких консервантов. И, вы знаете, компания, прежде чем нам предоставить вот такой вот уникальный продукт, было произведено порядка 900 экспериментов, да, пока вот была выведена, произведена вот такая вот высококачественная омега-3. Ну, и для ребенка это тоже очень важно, не менее важно, чем витамины. Вот. И что касается омега, то есть она, опять же, не содержит в себе ни красителей, ни консервантов, ни геноо, нужна детям и для того, чтобы они могли и умственно развиваться, да, и чтобы дети не страдали в школе, вот именно от вот этих вот нагрузок. Если спрашивают о том, как же это ребенку нужно принимать омега-3, то я хочу сказать, что ее нужно принимать постоянно. То есть витамины, омега-3 в организме, они не накапливаются. Каждые 24 часа это все нужно принимать, просто пополнять. Вот. И, конечно же, эти вещи, они будут защищать наших детей и от стрессов, и улучшать им настроение и так далее. Тем более там содержится витамин Д, витамин А, то, что детям просто тоже жизненно необходимо. Почему витамины-то нужны? Ну, вы знаете, витамины. Наш комплекс, это потрясающий комплекс, который содержит витамины, это 13 витаминов и 8 минералов. Присластитель хилит, который очень полезен для зубчиков. Вот. Экстракты это синого и лимонного масла. Что касается меня, то вот я тоже пробовала детские витамины, но просто мне нужно было попробовать. Они немножечко имеют запах йода. То есть, знаете, настолько это классно, потому что ребенок может получать съезд, да, то есть, ну, проблем у него уже не будет. И когда у нас, конечно, стоит выбор, что же купить своему ребенку, какой-то витамины предпреднести, нужно выбирать именно витамины, которые будут давать пользу для ребеночка, да. То есть, они не содержат, опять же, искусственный хроматизатор, не содержат красители, крахмала, желатина. То есть, этого нет. Знаете, я здесь посмотрела в аптеке и возмущалась, что на одно скарбиновую кислоту на упаковке, да, было добавлено 8 вспомогательных компонентов, в том числе был воск и был какой-то желтый краситель, не помню. Мне просто очень странно и интересно стало, зачем зацепить его по скарбинке воск. Ну, непонятно. У нас вот этих вот вещей нет. А, значит, уникально, да, потому что, в чем уникальность этой продукции? Потому что, опять же, это все разработано по рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Потому что стандарт же не самый высокий стандарт. Потому что процесс очистки оминга-3, он не запатентован, да. То есть, это очень дорогостоящий момент. И, опять же, нет красителей, нет ароматизаторов. И если по сравнительной характеристике мы можем с вами посмотреть, то, конечно, компания Арифлэм, она здесь выступает в качестве витамины, да, лидером. Потому что лишнего, ненужного, наши детки ни за что не получат. Вот. Что касается стоксантина, то это, конечно, уникальный антиоксидант, который просто жизненно необходим каждому человеку. И, знаете, антиоксиданты, они нейтрализуют все свободные радикалы, которые, ну, попадают на человек, в человеку, да. То есть, это молекулы, которые, ну, вредные, очень вредные, которые вызывают различные заболевания. Так вот, как раз стоксантин их нейтрализует, да. Это красный элемент, и он содержится в этих, в растениях, да. И благодаря ему, вот, астоксантину, антиоксиданту, мы можем защитить свои глазки. Это полезно для работы нашей нервной системы. И в то же время, как антиоксидант, астоксантин, сто раз сильнее витаминов С и Е. То есть, это тоже важно. Это бурая водоросль, которая растет в море, и в то же время она защищает нашу клеточку и снаружи, и внутри. Просто вот как бронежилет, да. То есть, потом уже в сахтоксантин у меня просто никакие вирсные действия не страшны. Тем более, астоксантин, амега-3, они очень полезны для желудка, да. А если вот, допустим, я могу свой пример рассказать, у меня эрозии, да, в желудке, и у нас сейчас не пишите. Так, на сегодняшний момент, амега-3, астоксантин, они могли бы избавиться от этого хоскерикобактера. На сегодняшний момент они просто этим не страдают. Очень хочется пару слов буквально сказать про нокрикомплекс для волос и ногти, для тех людей, у кого проблемы с волосами, да, тусклые волосы и слоящиеся ногти. То есть, это тоже очень важно, потому что здесь содержатся длинные нокрикослоптики, которые нужны нашему организму, и они служат как депо. Они захватывают железо, да, удерживают его в организме, и, ну, способствуют к медленному выпадению волос, да. И витамин СЛ, конечно, лучше усваивается, когда есть железо в организме. Как принимаем нокрикомплекс для волос и ногтей? Это две таблеточки ежедневно, желательно в одно и то же время. Курс рассчитывается на 12 недель. Его можно принимать от своего наспеком, но только курс четырех упаковок. Все, потом сделать перерыв где-то около трех-шести месяцев и опять повторить. Единственное, что для тех мамочек, которые кормящие, либо для тех, кто беременны, вот этот вот нокрикомплекс и менять нельзя, потому что он содержит в себя визин, да, то, что тормозит родить ребенка, поэтому не нужно этого делать. Ну, и если говорить о том, а что же, в принципе, мы с вами можем получить, да, выпивая такая порцию коктейля и съедая один пакетик волоспек, мы получаем с вами защиту и питание для нашего организма, сбалансированное питание, да, по такой смешной цене даже меньше, чем 4 рубля в день. Ну, представьте, что вы можете себе, каких витаминов и полезных продуктов, купить на 4 рубля в сутки. Вот эти стандарты GMP, да, это потрясающие стандарты, я думаю, что про них нужно всегда помнить, когда в аптеке спрашиваешь, что у вас есть с стандартом GMP, провизор так это смотрит, а ну, не знаю, с вами ничего такого нет, мы даже по такой вот и не слышали. В Беларуси у нас такого стандарта GMP нет, что касается России, там где-то может быть есть, но их совсем-совсем немного, и стоят они там достаточно дорого. Кстати, что касается нашей продукции, да, то в 2015 году мы получили премию, да, Арифлейн была отмечена премией здоровое питание, мы получили номинацию лучшая компания-производитель в категории витамины и ваги. То есть наша продукция признана лучшей. Вот, а по доле продаж Арифлейн, то есть Беларусь находится на 4 месте, среди 63 стран, то есть по продукции именно Веллес, да. То есть это тоже очень приятно, очень здорово. И в конце мне хочется вам показать небольшие такие вот истории, истории большие и известных людей, люди, которые принимали витамины, принимали коктейли, и они дали свои отзывы и рекомендации. То есть на самом деле это очень важно. Плющенко, да, которые действительно смог восстановиться раньше, чем даже того ожидал. Человек Сергей Рудник, да, то есть спортсмен, он до того, как стал принимать комплекс витаминов и минералов Веллес, он побеждал совсем мало. Вот это вот как-то, несмотря на то, что возраст, как бы побед стало больше. И в то же время это качество продукции, которому мы с вами просто не можем доверять, это обязаны, это 100% натуральные питательные ингредиенты, отсутствие добавок, обсервантов и ГМО. И в то же время это огромное количество сертификатов и стандартов качества. Это тоже очень важно. И при оформлении для себя абонемента каждая четвертая упаковочка для нас сам идет как чистый подарок. То есть это тоже очень здорово, да. И соответственно стоимость этих продуктов, она невысокая, да. Комплекс витаминов и минералов даже не 2 рубля. Порция коктейля, порция супчика, да. То есть это даст балансировано, хорошее питание и в принципе перекус и полноценный обед. То есть это тоже небольшая остальность. Что касается программы Wellness Classy, знаете, такая уникальная программа, да. То есть она идеальный вес и система снижения веса. То есть за 4 неполных рубля мы можем с вами получать этот комплекс. И за 6 рублей в день, да, то есть есть программа снижения веса, когда можно подкорректировать свою фигуру, снизить вес. То есть в любом случае мы еще получаем бонусы. И детская продукция, да. То есть у нас здесь вообще такая смешная цена, когда мы никогда даже, ну, что можно дать полезного? Вот на вот эти вот деньги ребенку. Даже шоколадку хорошую не будешь, да. А здесь у нас есть то, что нужно и важно для ребенка. И о фактах, да. Вы знаете, что каждые 5 секунд в мире продается один продукт Wellness. Ну, конечно, это здорово, потому что, что касается меня, я уже за полторы недели работы каталога купила лично для себя 3 продукта. То есть я в это верю. Продолжение следует...